У нас в гостях актёр Русского театра Иван Алексеев. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, Иван Алексеев! Ну, для того, чтобы сразу стало понятно, что за Иван Алексеев, а то, что у нас про киноактеров, когда говорят так, я не могу вспомнить, как он выглядит, и всё, так сказать, этапы большого пути ролям. Ну, сейчас вот вышел спектакль «Жениньба», там я играю Степана. Тот, который танцует. Тот, который танцует, да. Вот, игроки, гусар, естественно, гусар, вот, Моцарт. Ну, в принципе, я думаю, что многие, как бы, если «Жениньба» увидели, они точно знают, кто это. Как появился это у нас здесь в Астуи? Я сюда приехал, меня сюда пригласили. Это предыдущий сходочный руководитель Наталья Лапина. Меня сюда пригласила работать. Ну, что, я согласился, мне здесь нравится. А как это было? Она позвонила? У неё был твой номер телефона? Нет, нет, нет. Был, естественно, кастинг в Питере. Просто я... Разные кастинги были там в Москве. Я ездил в Москву, но я в Москву не очень люблю. Вот, я хотел в Питере остаться. А на тот момент, когда я закончил, в Питере не было. Ну, вакансий не было. То есть при таком количестве театров с вакансиями трудно? Ну, да. То есть там набирал только в тот год один театр всего. Вот. А когда я узнал, что есть кастинг в Таллинн, я, естественно, согласился и пришёл. Меня взяли. И как? За три года? Ну, здорово. Куда с Кэсси Кейп? Эй-эй. Эй-эй. Не ходит рука ещё. Нет, пока ещё не совсем. То есть я что-то уже понимаю, но сейчас со временем тяжело. То есть у меня сейчас две работы, и поэтому тяжело как бы распределиться ещё параллельно. Две работы у тебя что? Ну, я помимо театра ещё занимаюсь танцами. У меня сейчас открывается своя танцевальная школа в центре города. Вот. На базе Тет-Улевика. Вот. И поэтому, ну, приходится разрываться. И плюс ещё ребёнок. Вот. Семья. А танцы ты в каком направлении даёшь? Я десять лет занимался бальными танцами. А потом перешёл уже на современные. Там, джаз, джаз-модерн, контемпори, там, хип-хоп. Такие знакомые названия, да? Да, да, да. Мы смотрели шоу «Танцы» на канале ТНТ с Борисом. Очень болели, да, за участников этого шоу. Мне кажется, что сейчас все хотят танцевать. Ну, пусть приходят, конечно, это... Я могу даже адрес сказать, это «Левола-8». Приходите танцевать. И, как говорится, все будут танцевать. Потому что как-то вот, знаешь, латино захватило всё вот вокруг. Модно, все вот это вот танцуют, сальсуют. Все сальсуют? Ну да, как раз я как раз сальсу и латино преподаю. Сам, сам лично. Между делом. Между делом. Между театрами, между спектаклями, между репетициями. Слушай, ну, а откуда тогда время берется, скажи мне? Потому что всё, что ты перечисляешь, и работа над ролями, и работа в театре, и спектакли, и танцы. Я уж про ребёнка молчу, да, про семью. Забудем про семью. Уже даже на работу времени не хватает. Откуда оно берется? Ну, на самом деле, просто, если грамотно распределить время, просто есть расписание, ты видишь, что в какие-то дырки ты можешь влезть, в какие-то время, где у тебя в обед, там, не знаю, в театре у тебя обед, ты бежишь сразу на вторую работу, там что-то танцуешь, преподаешь, бежишь обратно, походу что-то ешь. То есть, ну, приходится крутиться, всё быстро, быстро, быстро. Поэтому ты гусар, да? Поэтому я и гусар. Поэтому ты худой, вот такой красивый гусар, да? У меня вот вопрос с самого начала. Как ты в театр попал? Это же ведь по образованию актёра, это же не просто так ты шёл по улице, тебя позвали в театр, что надо было учиться. Ну, конечно, да. Я пять лет отучился в Санкт-Петербургской театральной академии. Но, на самом деле, в неё я попал совершенно случайно. Вот, вот это интересно. Да, вот именно в неё я попал совершенно случайно. Ну, я когда занимался танцами, у нас был там театральный кружок, ну, так, любительский. Вот, и мы там участвовали, мы делали разные постановки, спектакли. Вот, и, ну, я не думал никогда, что я стану актёром. И я пришёл как-то раз к своему тренеру. Говорю, я там пошёл там преподавать танцы, я хочу туда, сюда. А я подумал, знаешь, Ваня, а попробуй ты в актёрской, тебе хорошо получается. Я говорю, да? А где это? Ну, на Маховой есть такая академия театральная, ну, попробуй туда. Да. Ну, я пришёл, попробовал, ну, как-то пошло. Люди по 9 лет поступают, там, по 18, не теряют надежды. С первого раза бы так повезло. А уж там же тоже, наверное, какие-то экзамены были, да? Конечно, экзамены, басни рассказать. Да, басни, стихи, станцевать, спеть. Хотя я петь и не умею, но пришлось петь. Но пришлось, да. Да, пришлось. А басня какая была? Ох, сейчас даже не так не вспомню. Ну, не ворона-лисица, нет. А почему басни вообще просят рассказывать на этих? Почему на басни? Потому что стихотворение, допустим, просто смотрит на, допустим, какие-то лирические там темы, то есть смотрит образ лирического героя. А басни проявляют характерность. То есть, как ты, как характерный актёр себя проявляешь. То есть, именно это смотришь. Ну, и ты нынче себя как характерным актёром считаешь? Я стараюсь. Нет, потому что мне есть, ну, как бы, для себя, ну, как для себя по-своему видеть. Я себя немножко вижу как герой-любовник, но я стараюсь от него избавиться. И всё время, там, допустим, в игроках... В сторону террориста. Нет, в игроках у меня достаточно характерную роль. В самом начале я там слугу тоже играю. Он такой кривой, косой, с каким-то... С каким-то голосом таким. Вот, а то есть, больше в характерности. Ну, приходится, как бы, расширять свой диапазм. Ну, получается, что у тебя пока такие, знаешь, король эпизода, да? Роли не главные, не даже центральные прямо так. Ну, я могу сказать, что и когда только сюда пришёл, у меня прям сразу первая роль была главная. А потом я решил, не-не-не, ну, как-то надо сначала начать потихонечку. Ты решил или режиссёр решил? Ну, я просто, нет, я когда попробовал себя в главной роли, понял, что я сначала, я, ну, ещё опыта нету большого. И как-то я, когда мне давали маленькие роли, я как раз, я был счастлив от этого. Потому что я ещё, мне было опыта, и там, потихоньку. Но я сейчас уже, уже жду, уже надеюсь. Сейчас пришёл очень хороший режиссёр в театр. Вот, и поэтому, да, поэтому я, как бы, жду от него. Если он мне, конечно, Игорь Владимирович, вы меня слышите. Я жду, я жду. Мы готовы все. Вот, уже сразу, практически. Боря тоже готов. Поезжаем, да. У нас у Бори тоже есть театральное прошлое. Я не претендую, да, участие в одном спектакле. В нашем городе он очень знаком любителям театрального искусства. В образе женщины. И ещё у тебя там три роли. Мужик с усами. Мужик с усами, женщина в халате, и кто-то ещё, мать, по-моему, там. Женщина не в халате, женщина в юбке была, да, и я был ещё в халате там. Короче говоря, это не суть. Мы, как говорится, об искусстве. Да. О жизни. Об искусстве. Ну, мне очень интересно, что у нас есть хороший хореограф в театре в русском, Ольга Пивис. И так много танцев стало в спектаклях, и так много хореографии, и вот именно работы телодвижения. Вот об этом расскажите. Как вы занимаетесь, и много ли у вас уроков? Ну, актёр вообще, в принципе, каждый актёр должен себя поддерживать в форме, потому что, как бы, я не представляю свой день, ну, начало дня без... Без танка. Да. Без, там, без разминки, то есть, как бы, когда себя, ну, нужно перевести себя в физическую форму, потому что, как бы, если ты не поддерживаешь, то иногда есть такие спектакли, которые, ну, невозможно выдержать. Тот же самый Моцарт, там, постоянный, весь спектакль мы танцуем, и постоянно там физическая нагрузка, ну, как бы... Ну, это как Мадонна в туре, да? Ну, практически. Три часа на сцене и петь и танцевать. Ну, а дополнительно тоже где-то физику попробовать? Конечно, да, то есть, у нас сейчас появился ещё один очень хороший хореограф, Тони Кулиярцева, фамилия даже, еле выговорил. И она нам помогает, она сейчас ведёт тренинги танцевальные, она ведёт актёрские танцевальные тренинги, то есть, для актёров, для развития, для поддержки, ну, вот. И, в принципе, так у нас актёры ходят к ней и поддерживают свою форму. То есть, танцуйте много. Откуда у человека столько времени, я не понимаю. Ну, а если говорить о творческих планах в ближайшее время, то есть, понятно, есть танцевальная студия, которая работает или заработает? Нет, нет, сейчас вот 29 марта будет открытие. Вот, ну, танцевальная студия одно направление, по ролям, что дальше? Ну, по ролям сейчас у меня... Премьеры будут? Премьера, да, скоро состоится. В конце апреля, или в начале мая, точно не помню сейчас, будет спектакль «Белые ночи» по Достоевскому. Там я буду играть ангела, да, и вторая роль, там же у меня будет жилец. Если вы, ну, читали, то там самая главная любовь к главной героине, как раз, жилец. Вот, я как раз вот буду играть еще. Опять в амплуа. Любовный герой. Какая гадость, да. Эти любовные роли, прям не знаю, что с ними делать, честно говоря. Ну, значит, времени, в общем, свободного не прибавится. Ну, нет, не прибавится. Хорошо, однозначно. Но жена у тебя же тоже актриса, да? Да, тоже актриса жена. Но она понимает себя. А как вот-вот-вот в артистической семье, да еще ребенок вообще вот нынче? Ну, на данный момент она сейчас репетирует в Вишневый сад. Сейчас дома с ребенком, знаешь, на кухне. Нет, 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 она как раз сейчас меня слушает, она сейчас собирается на работу. Когда привет. Привет, жена. Он доехал. Это не запись, если что, это прямой эфир. Вот, она сейчас репетирует в Вишневый сад с художественным руководителем, с Игорем Лысовым. Вот, но, соответственно, ребенок сейчас больше на мне. То есть я там отвожу ее в садик, там забираю, там, ну, в общем, ребенок в основном на мне. А потом она закончит, как бы, премьеру выпустит, она будет с ребенком, а я буду уже дальше репетировать. А я дальше гусар. Да, это папин-мамин отпуск, да, вот это вариант такой. Хорошо, что хоть оба зарплату получает. Да. Тоже неплохо. Ну, что, можно пожелать только лишь успехов. И мы не будем тебя спрашивать про интриги расследования и скандала русского театра, поскольку, я так понимаю, что молодой актер не особо вдается во все эти тонкости. Ну, он не хочет сдаваться, и правильно. Ну, самое главное, что есть желание работать, что в театре хорошая атмосфера, туда хочется приходить. И есть новые работы, которые обязательно надо будет посмотреть. Режиссера похвалил. Да. Привет и передал, кому надо хореограф, похвалил. Жене привет передал. Про студию рассказал. Значит, уже не зря утром проснулся все. Да, не зря, конечно. Ну, мы хотим пожелать творческих успехов. Спасибо. Быстрых ног обязательно. Продолжай гусарить. Спасибо. Всем доброе утро. Напомню, что сегодня в гости к нам приходил актер русского театра и хореограф Иван Алексеев.